Во-первых, благодать — это не есть вседозволенность. Это тоже современный обман в евангельском движении, когда очень часто благодать понимается как безграничное делание того, чего я хочу. Христос же отдал себя за нас, исполнение закона Христос, конец закона Христос. И мы думаем, что если я по благодати, то я сегодня все могу делать, и меня это прощается. Потому что благодать же... Но мы забываем одно очень важное откровение, которое есть и в Новом Завете. Например, мы читаем у апостола Павла в послании Титу, он пишет, что «благодать научающая, как оставить». Я говорю дословно, не цитирую точно этот стих. Кто будет меня видеть, можете открыть Титу и прочитать. Там написано «благодать научающая, как оставить прежний образ жизни». То есть, когда мы говорим о благодати, мы всегда говорим о том, что эта благодать изменяет меня изнутри. Нельзя сказать, что я принял благодать, и в то же время я живу так, как я жил раньше. Тогда стоит вопрос, какую благодать я принял. Апостол Павел тоже об этом пишет и говорит, «Если мы по благодати, неужели мы будем грешить?» И послание римлянам, он говорит, «Никак». Поэтому, когда мы пытаемся столкнуть благодать и закон, мы почему-то делим на диаметрально противоположные позиции. Вот есть благодать, и вот есть где-то закон, и они вместе не сходятся. Но я наберу смелости сказать, что в Ветхом Завете тоже было время благодати. Потому что и в Ветхом Завете люди понимали, что они не могут исполнить закон. И поэтому они приносили жертвы, понимая, что жертва, она покрывает этот грех. Ведь жертву нужно было тоже приносить с верой. То есть нужна была вера в то, что Господь сейчас принимает эту жертву, и эта кровь, она смывает те грехи, которые мы совершили. Поэтому и в Ветхом Завете было время благодати, и закон, который они должны были выполнять, они должны были уповать на ту же самую благодать. То есть если я не могу, вот она и жертва, которая помогает мне покрыть то, что я не смог выполнить, и то, что я не смог осуществить по причине моего греховного состояния. А как мы можем исполнить закон, когда мы находимся во время благодати? А нам не нужно выполнять этот закон. Нам нужно просто научиться жить так, как призывает нас Христос. То есть мы должны, есть хорошее место тоже у апостола Павла в послании филиппийцам, он говорит, у вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот я думаю, что это, наверное, должно стать основой для понимания. Нам не нужно стараться исполнить закон, но нам нужно понимать вот эти чувствования, то есть вот это состояние сердца Христа, и жить так, как Он нам заповедовал. И тогда у нас не будет никакой дилеммы. Я так понимаю, сегодня очень много есть верующих, которые пытаются соединить вместе иудаизм и христианство. Вот, и я думаю, этого тоже не стоит делать. Это, ну, не скажу, что во всем разные, потому что христианство вышло из иудаизма, я понимаю. Но, с другой стороны, христианство — это христианство. И нужно научиться жить как христианин, прежде всего, а не как добропорядочный еврей и исполняющий закон Моисея. Вот, я думаю, так. Очень часто как раз проблема-то встает в том, что мы смешиваем или пытаемся для себя как-то определить, что вот есть какой-то закон для нас обязательный, и мы вот, нужно его понять, этот закон, нужно эти выучить. Вот, если я вот так вот поступлю, значит, мне это все будет зачтется, мне будет хорошо. Но Христос-то для того и пришел и показал нам, что другой путь есть. Не надо себя мучить и искать, вот, какую ты должен выполнить сегодня заповедь или что ты должен сделать. Нужно позволить Христу войти в сердце, нужно позволить вот этому внутреннему закону Христа в нас, который приходит с рождением свыше, Духом Святым в нас. Ведь написано, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Я думаю, что у рожденного свыше христианина этот закон, он, как и Писание говорит, он в сердце написан. Он знает, есть плохо, есть хорошо, его обличает Дух Святой, его направляет Дух Святой, его ведет Дух Святой. Но стараться себя загнать в какие-то рамки законничества или законной деятельности, они не приведут к успеху. Это уже церковь проходила, в самом первом начале послания Галатам мы читаем об этом. Когда вот это смешивание благодати и плюс к ней еще был какой-то закон, не привело ни к чему. Или благодать, или закон, все. Но благодать, она исполняет закон. И ты живешь уже, исполнив этот закон. Но я хочу это подчеркнуть, очень важно. Думая о благодати, это не значит позволить себе думать о вседозволенности. Благодать, она всегда будет ограничивать мое сердце, мое поведение, мою жизнь. Она, истинная благодать, никогда не позволит нам жить так, как я хочу. Это уже обман, это уже исковерканное понятие благодати, когда сегодня люди, прикрываясь благодатью, живут как угодно и говорят, а я же по благодати живу. Это не благодать, это беззаконие, самообман.